Всем привет, дорогие друзья! Как я уже говорил ранее, компания Ubisoft 1 июля запустила тестовый сервер своей игры Division 2. Дабы любой желающий мог опробовать предстоящие крупные и первое сезонное обновление 5.0. Тестирование продлится до 10 июля и еще не все новшества доступны для тестирования, однако уже сейчас можно составить примерное представление о том, что же нас ждет в окрестностях Вашингтона. В игру добавили две сюжетные миссии – национальный зоопарк Меннинг и лагерь Лайт Оук, который отличается по дизайну от того, что мы видели ранее в игре. Здесь нас ждут достаточно большие локации, красивые пейзажи и различные представители животного мира. Старые операции давно приелись, а новые оказались достаточно интересными и весьма кстати. Мне лично зоопарк понравился больше, хотя тут, конечно, на вкус и цвет. Далее по списку – экспедиции. Наверное, самое ожидаемое мной нововведение текущего патча и, вероятно, самое большое разочарование. То, как об этом говорили на Е3, немного отличается от того, что получилось на самом деле. Приходим мы-таки в назначенное время, в назначенное место. Подходим к ХМА-ку, используем его, получаем поручение. Пойти найти что-то где-то тут неподалеку. Как только в ходе наших блужданий объект вылазки оказывается рядом, появляется маркер и дальше уже дело техники. Используем, защищаем, зачищаем. Возвращаемся обратно к ХМА-ку, сдаем, берем следующее и далее все по кругу. Обещанные загадки и головоломки выглядят примерно так. Найти электрощиток, от которого отходят 4 провода разного цвета. На конце проводов есть рубильник. Собственно, для того, чтобы вся конструкция заработала и дверь открылась, нужно включить все рубильники в правильной последовательности. Или вот еще пример. Во время выполнения очередного поручения нам понадобится слить воду из системы. Для этого всего-то и нужно выключить именно те рубильники, которые располагаются на характерной желто-черной вставке. В общем, ничего такого, чего бы мы не делали сотню раз до этого. Также обещают различные тайные комнаты, чуть ли не на каждом уровне. Но общей картины это не меняет. Выглядит все весьма скучно, нудно и однообразно. Любителям казуального гейминга и соло-игрокам завезли возможность пройти рейд тяжелые времена на уровне сложности «Внезапно открытие». Странно, почему не сюжет, но бог с ним. Данная сложность предусматривает возможность воспользоваться подбором игроков и попытаться пройти рейд группой лиц, которые его, вероятнее всего, в глаза не видели. Предложение весьма заманчивое, но я, пожалуй, откажусь. А за возможность, тем не менее, спасибо. Кому-то явно придется по душе. Однако учтите, экзотическая штурмовая винтовка «Орлиное знамя» в данном режиме падать не будет. По крайней мере, пока. В игре также появится несколько новых экзотических вещей. И первая из них – экзотическая винтовка «Гремучник». Емкость магазина – 5 патронов. Скорострельность – 100 выстрелов в минуту. Талант – отчаянный укус. «Гремучник» отмечает случайно выбранного противника. Следующее попадание по этому противнику гарантированно становится критическим и наносит плюс 10% суммарного урона. Метка при этом снимается. Новый случайный противник отмечается после ранения предыдущего, а также при каждой перезарядке. Талант – спрятанные клыки. После поражения 5 отмеченных противников, агент получает плюс 50% к скорости перезарядки и плюс 10% к суммарному урону. А все попадания становятся критическими в течение 10 секунд. Талант – линька. Пока агент держит в руках это оружие, каждый заряженный боеприпас дает плюс 15% к броне на 3 секунды. Когда оружие убрано, при каждой перезарядке или выборе текущего оружия агент получает плюс 8% к броне на 2 секунды. Экзотические инфоперчатки черных бивней. Талант – стихийная оптимизация. Навыки, накладывающие негативные эффекты, получают плюс 100% к длительности эффекта и плюс 30% к обыстрению. Талант – насыщение энергией. Всякий раз, когда вы применяете негативный эффект на врага, ваши перчатки получают приток энергии сроком на 60 секунд. Когда перчатки под притоком энергии, вы получаете плюс 10% к урону от навыков, плюс 10% к ремонту и плюс 10% в длительности для всех ваших вспомогательных характеристик на снаряжении. Талант – заряженные объекты. Каждый раз, когда вы бросаете объект навыка, через 25 секунд после его приземления происходит взрыв, который накладывает заряженный негативный эффект на всех противников в радиусе 1 метра. Противники, на которых действует заряженный негативный эффект, получают на 3% больше урона от ваших навыков. На тестовом сервере купить данные вещички можно у торгаша на операционной базе. Однако, когда обновление выйдет на живые сервера, способы их добычи изменятся. Гремучник, судя по всему, мы получим полностью пройдя все зоны экспедиции и конвой. Что касается остальной экзотики в игре, то теперь, проходя различные операции на сложности героизм, у нас есть шанс получить сбросов ту экзотику, которую мы собирали ранее, но сразу 500 уровня. Данное утверждение верно для всей экзотики в игре, кроме штурмовой винтовки Орлиное Знамя. Она – эксклюзивный дропрейда тяжелые времена. Производственную станцию теперь можно улучшить и крафтить с ее помощью предметы 500 уровня. Кроме того, все созданные с ее помощью вещи можно перекалибровать, а также использовать в качестве доноров для перекалибровки других вещей. Ассортимент секретного торговца Кейси Мендоза теперь также состоит из вещей 500 уровня. Обещают, что у Кейси с определенным шансом можно будет купить некоторую экзотику. Так ли это и какой шанс – неясно, мне вот не повезло. Ну а если вы не знаете, как и где найти данного торговца, то предлагаю вам посмотреть мое видео о том, как получить к ней доступ. Ссылка на него будет в описании. Следующая новинка одновременно и повергает в шок, и вызывает улыбку на лице. Фонарик. Нет, я не против, я и сам пару раз ловил себя на мысли, что неплохо бы добавить немного освещения в очередном темном коридоре, да и на форумах встречал сообщения о том, что хорошо бы ввести фонарик. Но то, что разрабы отреагируют так быстро, им что, заняться больше нечем? Итак, получить это чудо техники мы можем в любой подземке. И данное место – самый лучший спот, так как тут у нас целая сеть подземок. Здесь нас интересует патруль, которая слоняется по всей местной канализации во главе с боссом вооруженным бензопилой. Находим, ликвидируем, утаим чертеж, далее крафтим модификацию и вешаем на наш пистолет. Ну и наслаждаемся возможностью светить себе под ноги в особо темных участках карты. Помимо всего прочего, обещают два новых засекреченных назначения для обладателей абонемента первого года. Различные балансировки навыков, времени восстановления, новую штурмовую винтовку и ручной пулемет, исправление ошибок и многое другое. Полный перечень изменений вы можете найти по ссылке в описании и ознакомиться с ними лично. Но помните, это лишь тестовый сервер. И все сказанное в данном видео и указанное в патчноутсах относится только к тестовому серверу. Когда обновление доберется до живых серверов, что-то может измениться. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео было вам полезно и помогло принять решение возвращаться ли в игру, если вы, как и я, взяли небольшой перерыв. Оставляйте комментарии под этим видео, понравились ли вам грядущие изменения и довольны ли вы появлением фонарика в игре. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok